так ой блядь ой блядь ой блядь ю все приветствую дорогие друзья сегодня мы продолжаем играть майнкрафт на карте diversity часть 1 мы я да я вы как бы в коментах ничего не писали как в принципе я особо то и не просил думал выбирать между эскейпом и лабиринтом и метод пришла в голову одна мысль лабиринт наверное это будет ну максимально скучно да ну так если подумать я просто не знаю что там может быть но мне кажется там просто стены стены и стены поэтому наверное можно будет просто ускорить этот момент как я прохожу этот лабиринт да и выложить да и в принципе все наверное не знаю но сейчас попробую посмотрим сколько времени это займет если что я еще escape попробую при этом так где он вообще а вот он все фиолетовый а мне нравится один из моих любимых цветов стадия 1 тут еще несколько стадий вступление возврат вступление да а инструкции инструкции так давай вступление три стадии достигни конца и фиолетовые шерсти будет твоей замечательно запомни ченджинг геймот да запомните что это читерство изменять геймот все такое но то что я умер как бы мне я не мог по-другому сделать и да а это то же самое подожди что инструкции а это инструкции я думал то вступление типа интер интердакшн окей хорошо ну что погнали сколько это за метрами вообще все видно но я так понимаю что в дальнейших стадиях этого не будет ну что ж побегаю я лол вы не поверите но я прошел то с первого раза я зашел только в один тупик и тот который был передо мной чекпоинт замечательно стадия вторая у так это уже выглядит стрёмно возврата это что подсвечивать будет до подсвечивать слушать вот это уже выглядит поинтереснее но первая стадия была очень простая я кстати вспоминаю этот самый момент из гарри поттера да помните как там стены были лабиринт такие же травянистые и был прикол в том чтобы give up заешься нет не сдаюсь травянистые стены были которые то закрывались то открывались ли гарри поттер прикольный фильм на самом деле так куда мы идем ну-ка знаете есть один очень хороший способ сдаешься нет но я так понимаю это почти в каждом тупике будет если не интересный способ двигаться вдоль одной стены например до левой таким образом каждый раз ты двигаешься и заходишь тупик но тупики не повторяются только если там нет кругов хотя в этом случае по моему тоже можно из него выбраться опять таки таким же путем ну пока я двигаюсь вы именно вот этой тактикой идти постоянно по левой стене я посмотрим через эту ведь они так прикольно нажимаются какой-то smr в каком-то смысле но если это кого-то не раздражает конечно так мне кажется я куда-то вышел я такое ощущение что здесь что должно быть у меня просто есть еще одна тактика которой я обычно следует это делить лабиринт на ветки то есть в какой ветке ты был в какой не было но это уже приходится запоминать ну в принципе у меня пространственное восприятие у хорошего поэтому я могу запомнить о я что-то нашел так наверно это наверно то что надо если да то 2 стадия тоже была довольно простая мне кстати знаете что мне это напомнило вот проходя по этим тоннелям темным так это что сейчас скажу подождите возврат это что у нас факелы place markers а то есть мне мне даже нужны place markers и чтобы окей я понял 321 вперед ну дайте фигасе закрыт вход короче мне это напомнило вот я блин ты чё серьезно это надо теперь так идти что за звук это сзади что-то или мне кажется да он закрылся короче бегал я как-то на туризм я ходил на туризм и у нас там было пойдемте попроси не и у нас там была такая фигня типа я не помню как это называется блин слушать а если я умру я не начну с самого начала то не очень бы хотелось короче у нас вот на туризме было ориентирование и вот как-то раз мы пришли в такие пещеры в катакомбы вот и там тоже были такие темные места у тебя был фонарик у тебя была карта карта местности вот карта можно сказать лабиринта в каком-то смысле штан тупики тоже были и вот ты должен был найти как бы выход но перед этим нужно было еще находить мы блять блять надо было находить маркеры то есть собирать их и у каждого маркера были свои вот и типа соревнование было кто быстрее запускали там людей по очереди и они там бегали это было очень классно но это было также очень знаете игра на доверие ну что ты встречал человека какого-то и спрашиваешь где там 50 маркер 52 и он такой говорит вот это налево направо ты такой идешь а там ничего нет и ты понимаешь что он сделал это только ради того чтобы ты дольше побегал чтобы он прибежал быстрее тебя и такой бля то есть там получается маркеры одинаковые но каждый еще кругами хожу но каждый эти маркеры должен пройти грубо говоря в разном порядке вот то есть в этом прикол у меня такое ощущение что я хожу кругами не вроде и не хожу кругами хотя почему-то в тупик я до сих пор так и не захожу я просто иду вперед короче поставим факел может быть это нам чем-то поможет а ей не жили я хожу кругами вот зачем он сделал это из лавы о да ладно это было это было наверное еще проще это было еще проще чем самый первый бренд ветка в которой назывался его падение вот эту где выворачиваться надо было это было очень просто так ретурн ретурн а это сюда разными способами можно было попасть и поставил все один факел а смысл какой-то того был я даже и я и я я просто выбирал случайный пути это было очень просто чекпоинт стоп в смысле чекпоинт ты шутишь я думал это финал откуда я пришел с голубой да блин подожди где мой факел надо проверить я с голубой пришел да с голубой ой кей я как будто где-то в центре нахожусь допустим пойдем теперь на желтую подставку а а а а а а а а твою мать все вот теперь я запутался окей я беру свои слова назад этому не так просто что это что это оу щушь так но здесь все просто х не подожди здесь все просто здесь можно просто перепрыгнуть прикольно это такие стены были класс так ну это у нас уже паркур начинается смотрите лабиринт атак то не очень большой так и здесь там финал да я вышел оттуда желтый ну да получается желтый был правильный изи нет я беру свои слова еще раз назад ладно это было это было гипер просто реально это было очень просто самый простой чем как он там назывался адвенчур ну адвенчур понятное дело что было простое дроппер да дроппер я кстати подумал что если хочу захочу бонусный взять уровень то я возьму дроппер ладно ну пока на этом все я пожалуй подряд сейчас второй ролик буду записывать поэтому в каком-то смысле не прощаюсь все давайте и и и и и